Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На острове любви ребята играли в волейбол. Победила команда, где были Марина Африкантова и Андрей Чуев. На поляне был очередной женский приход. Одна из девушек пришла к Сергею Кучерову, но когда она пообщалась с ребятами, то выбрала Андрея Наумова. А Сергей Кучеров наконец-то дождался свою Сашеньку. Харитонова приехала на поляну после операции на голосовых связках. Сергей подготовил к ее приезду комнату и они готовы заселиться. Ирина Донцова ответила тем телезрителям, которые критикуют ее как мать. «Как мать я нормальная. Я совершенно спокойно буду воспринимать все ухаживания своей дочери. Я буду ей помогать и давать советы. Я смогу найти ей достойного парня, с кем она будет жить и растить внуков мне». Ольга Бузова работала даже в Рождество. Она проводила праздничные мероприятия. Наталья Варвина поздравила своего мужа, продюсера Алексея Михайловского с днем рождения. «Мой муж – человек с исключительным терпением, потрясающим чувством такта, душевной добротой и проницательным умом. Я его очень люблю», – написала Варвина. Женя Кузин тоже поздравил Михайловского в своем микроблоге. «Сегодня день рождения нашего отца. Вы – большой человек, рядом с которым начинаешь чувствовать и свое величие». Ребята на поляне поздравили Михайловского и спели для него песню «Боже, царя храни». Катя Кауфман написала пост. Как вы помните, она вместе с Ильей Ябаровым ушла с проекта. «Сегодня ровно два года, как я стала мамой. Это важный день для меня, и я рядом с самым главным человечком в моей жизни и буду рядом с ней всегда». Также Кауфман написала, что они с Ильей не расстались, и он сейчас рядом с ней. Тата Абрамсон написала о том, что они в Рождество занимаются домашними хлопотами, оболгораживают свое гнездышко. Элла Трегубенко очень хочет в теплые края, но поскольку она не сделала себе загранпаспорт после смены фамилии, то ей не удастся уехать из холодной Москвы. А Катя же уже отдыхает в Дубае вместе с Олегом Винником и своей дочерью. Надя Ермакова обличила Оксану Авсипян. Это девушка, которая называет себя косметологом проекта, а также обещает всем желающим попасть на Дом-2. Вот что пишет Ермакова. «Кастингами занимаюсь я, выездными, Андрей Черкасов и только, и кастинги бесплатные». Ермакова призывает всех быть бдительными. Эта девушка не имеет никакого отношения к Дому-2, у нее нет медицинского образования, она несколько раз сделала участником проекта процедуры, но и то девочки потом жаловались на отеки и аллергические реакции. В сети ходят слухи, что Антон Гусев и Вика Романец, которые встречаются чуть больше месяца, скоро станут родителями. Но такие мысли их навел пост от Вики Романец. Вика показала, что старается есть как можно больше фруктов, ягод и орехов, а также заявила, что бросила курить. Поклонники считают, что Романец готовится к рождению первенца. Вика и Антон пока никак не комментируют эти слухи. Ольга Васильевна Гобозова ответила своим подписчикам на многочисленные вопросы. Весной она переедет в новый дом, который построил Андрей Чуев. Дома построены, внутренние отделки будем завершать весной, как и планировали. Квартиру в Лермонтове она пока не продала, ждет переезда в своей квартире, все решится весной. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.